Для них закончилась школьная жизнь, и остались позади уроки, домашние задания и контрольные. 11 лет юношей и девушки день за днём учили, отвечали у доски, участвовали в различных конкурсах и олимпиадах, чтобы потом получить отличные отметки в дневнике и заветную золотую медаль. Я абсолютно уверена, что именно за такими, как вы, будущей не только города, но и будущей нашей страны, вы точно поведёте её вперёд, и я искренне желаю вам новых открытий. Новых открытий в науке, новых открытий в себе, новых открытий в других людях. Пусть у вас всё сложится. В этом году в нашем городе средний балл единого государственного экзамена по всем предметам выше областных и российских показателей в среднем на 3-7 баллов. На торжественной церемонии 41 выпускник получил медаль за особые успехи в учении. Среди них 12 выпускников сдали один из экзаменов на 100 баллов. Поздравляя ребят от имени ядерного центра, Юрий Якимов просил их не забывать родные пенаты. Дорогие выпускники, помните, вас всегда ждут дома. Поздравляю ещё раз. Поздравляю вас хорошего всего в жизни, чтобы вы были счастливы, любимы, чтобы процветала наша замечательная страна. И через какое-то время мы также гордились вашими динами, так сказать, такими, как наши были замечательные учёные. Они не только отлично учились, но и вели активную общественную деятельность. Среди тех, кто получал золотые медали, было много тех, кто не раз попадал в объектив нашей камеры на творческих конкурсах, научных конференциях, концертах. Полученные знания и умения они смогут применить и в студенческой жизни. Стоя перед открытой дверью, вчерашние школьники, безусловно, волнуются. Оправдаем ли мы надежды тех, кто верил в нас, желал удачи все эти 11 лет? И я скажу, да. У нас есть эта уверенность. Мы ответственны за будущее нашего города и нашей страны. Ну, а всё благодаря кому? Конечно, благодаря родителям и учителям. Традиционно 11-классники оставили в альбоме пожелания для будущих выпускников. Каждый из медалистов получил благодарственное письмо от администрации города и памятные подарки. Елена Грецкова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24.